Я очень хорошо помню, как меня обокрали, когда дали карточки на хлеб. На хлеб давали карточки. Я пошла, бабушка отправила меня за хлебом. У меня карточки бандиты, чёрная кошка была, вырвали эту карточки. И я пошла по городу домой, боюсь идти, потому что карточки были на всю нашу семью. Самое яркое впечатление о военном детстве Юлии Фёдоровны – это голод. Сама она родом с Украины. В 30-е годы её отца репрессировали. Вскоре мать сошла с ума, и её сёстрами взяла на воспитание бабушка. Когда и её не стало, девочек отправили в детдом, в Киргизию. Работать маленькая Юля началась с 10 лет. Нанималась всеми с достатком. Делала нетяжёлую работу, стирала бельё, смотрела за детьми. После детского дома устроилась в колхоз. В колхозе работала много, хлопок собирала. Потом, значит, немножко училась, училась чуть-чуть. И в 59-м году я приехала сюда, потому что здесь сестра жила. В Октябрьском, а именно туда переехала молодая Юлия Зайкина, она вышла замуж. Через некоторое время вернулась на родину, на Украину. К 60-ти годам пенсионерка овдовела, а позже перенесла операцию, на оплату которой ушёл дом. Оставшись без жилья, в начале 90-х одинокая женщина перебралась в Нефтекамск, поближе к оставшейся родне. Всё, что успела нажить за это время – небольшая комната в общежитии. И всё бы ничего, но 6 лет назад Юлии Фёдоровне присвоили третью группу инвалидности. У пенсионерки отнимаются ноги, и потому обычный поход в душ превращается для неё в настоящий подвиг. Ступенькой тяжело подняться, ноги вот так, можно упасть. Не могу вот сюда пойти. Вот такая вот, такое купание у меня. Ко всему прочему, старая плита не работает уже 10 лет, поэтому готовить приходится в комнате на электрической плитке. Уже много лет Юлия Фёдоровна пытается добиться улучшения жилищных условий. Но попытки встать в льготную очередь, как жертве репрессий, до сих пор остались безуспешными. Написала, что на сайт Путина, вот он мне прислал вот эти вот бумажки две. Вот результаты, кроме того, что они говорят, что сообщение получено, жди результаты. Результатов на самом деле никакого нет. Вот всё, отписка, отписка, отписка. Льготы для жертв репрессий по законодательству каждый регион означает сам. И действительно, в некоторых областях и республиках реабилитированные граждане имеют право на преференции в получении жилья. Наравне с ветеранами войны и тружениками тыла. Но в Башкортостане список льгот для этой категории граждан совсем невелик. Жертвы репрессий в нашей республике, как оказалось, пользуются не самыми большими привилегиями. Как нам пояснили в жилищном отделе, у Юлии Фёдоровны нет никаких оснований для того, чтобы претендовать на льготную очередь в получении жилья. По вопросам о получении других льгот, нам предложили обратиться в отдел социальной защиты. Но в отделе соцзащиты от комментариев отказались. Лишь пояснили, что по закону жертвы репрессий имеют право на льготы по квартплате и небольшую ежемесячную выплату. Но так как выплаты по нескольким категориям не суммируются, то приоритет в случае Юлии Фёдоровны был отдан в пользу выплат по инвалидности, потому как там сумма немного выше. Если бы пенсионерка жила в другом регионе, возможно, ей бы удалось хотя бы на старости лет получить долгожданную квартиру. Но, как говорится, на нет и суда нет. И потому Юлии Фёдоровне придётся и дальше стоять в очереди, которую она уже не надеется дождаться. Что мне теперь делать? Я уже, знаете, к этому пойти на площадь и себя подпалить. У меня уже силы нету никакой. Я устала жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова